Сегодня я покажу вам, как можно исправить дефекты цвета. Эта тарелка, которую я декорировала в мастер-классе, простейший декупаж для начинающих. И я хочу сделать ее более яркой и привлекательной. Как вы видите, в этой салфетке, можно сказать, присутствует всего три цвета. Бледно-розовый, темно-розовый и зеленый. Тени показаны с помощью черных точек, и все это выглядит не очень красиво. Я приготовила в своей палитре чистые желтые и красные цвета. И теперь я начинаю раскрашивать цветок так, словно это детская книжка-раскраска. Вначале у основания лепестков я кладу желтый цвет. Край оформляю красным, а потом смешиваю их, и при этом кисть не мою. Остатки желтой или красной краски могут проявиться очень красиво. Главное, не закрашивать границы узора, чтобы не получилось одного большого ярко-желтого или красного пятна. Так я прорисовываю каждый лепесток. Главное, не закрашивать границы узора. Главное, не закрашивать границы узора. Если, на ваш взгляд, получается не очень удачно, вы можете просто стереть нанесенную краску влажной салфеткой или даже помыть тарелку под водой. Благодаря тому, что она покрыта лаком, нижний приклеенный фрагмент салфетки не пострадает. Главное, не закрашиваю. Главное, не закрашиваю. Главное, не закрашиваю. Если вам кажется, что эти цвета слишком яркие, вы можете использовать такие, какие вам нравятся. Я стараюсь немного размывать каждый мазок кисти, чтобы они как бы сливались друг с другом. Сейчас я кладу акценты на края лепестка в самых темных местах, а также делаю светлые акценты ярко-желтым. Теперь я приступаю к темной розе. В первую очередь я закрашу тени. Они мне не нравятся больше всего, потому что там очень сильно выделяются темные точки. Я запрашиваю. здесь получилось не очень хорошо я просто снимаю влажной салфеткой пусть немножко подсохнет а я пока поработаю с другими лепестками возвращаюсь к центру розы теперь поработаю с маленькой розой и бутонами ее я сделаю в той же цветовой гамме, что и основная а вот один лепесток я и не заметила, пока не перевернула тарелку но сразу захотелось добавить еще акцентов приступаю к маленькой розе раскрашиваю ее так же, как и самую большую а 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 и и а Еще выделю тени на темной розе. Теперь приступаю к последней розе. Я хочу оставить ее примерно в том же тоне, что она и есть. Лишь постараюсь ее немного облагородить, чтобы она была окрашена не одним цветом, но внутри этого розового проступали блики и тени других тонов. Я использую краску, смешанную с большим количеством белого. Наношу на край лепестка, а потом границы размываю кисточкой, сильно смоченной в воде. Субтитры создавал DimaTorzok Прокрашиваю тени, создавая яркие акценты. Вот так теперь выглядит тарелка. Покрываю расписанные цветы акриловым лаком. Оставляю высыхать. Сейчас начинаю работать с листьями. Смешиваю желтый и синий, чтобы получить зеленый. Основной у меня будет более травянистым. А для акцентов темно-зеленый с преобладанием синего. И еще один, цвет которого я получила, смешав желтый и фиолетовый. Им я буду окрашивать листочки под цветами и бутоны. Начинаю с основного, травянисто-зеленого. Темным цветом делаю акценты. Также можно сделать и светлые акценты, желтоватым. Вы можете проявить свою фантазию. Главное, чтобы ни один листик не был просто замазан одним цветом. Вы можете подумать, какой смысл так расписывать всю тарелку, если можно просто найти очень красивые салфетки. Но этим мастер-классом я хотела показать, что все в ваших руках. Если вам что-то где-то не нравится, вы хотите изменить цвет какого-то фрагмента, вы всегда можете это исправить. Для этого не обязательно быть большим художником. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Готово! Теперь я покрываю акриловым лаком все листочки и оставляю высыхать. Теперь займемся фоном. Я добавила в белую акриловую краску капельку фиолетового и охры. Покрываю всю тарелку небольшими мазками от центра к краям. Оставляю высыхать. Теперь я создам тень вокруг мотива. Для этого возьму более темный тон. Здесь я использую краску с большим количеством воды. Провожу темную линию возле мотива. Потом размываю ее кисточкой. И чтобы сгладить границы делаю мазки основной краской, которая была покрыта тарелка до этого. Я решила украсить самый край тарелки вот таким образом. Беру на палец немного бронзовой краски. Провожу по самому краю тарелки. А потом растираю ее немного внутрь. Появляются полоски благодаря мазкам основного фона. И вот это. Покрываю лаком всю поверхность тарелки, оставляя высыхать. Я решила добавить еще бронзы на край тарелки, и в этот раз я беру чуть больше краски и буквально натираю ею края, сильно втираю краску. Она еще больше блестит, образуя значительный бронзовый ободок. Здесь у меня получилось не очень красиво. Поэтому я просто замазываю эту часть оставшейся у меня краской фона, оставляю высыхать, а потом закрываю этот участок бронзовой краской. Удаляю возможные огрехи и окончательно покрываю акриловым лаком. Тарелка готова. Вот так она выглядит. Теперь вы можете видеть, что можно сделать из самой простой тарелочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok